Всем привет на канале Удачмен. Сегодня мы с вами поговорим о тех людях, которые ошибочно занимают министерские кресла. А именно, в земле Северной Рейн-Исфалии министр образования Дороти Феллер выступила с заявлением о том, что нужно в школьную программу ввести изучение ислама. Так как ислам это уже, как по ее словам, неотъемлемая часть немецкого общества, но мы не должны давать повода для того, чтобы подростки, учащиеся в школах, не имели возможности изучать свою религию. Поэтому нужно ввести на официальном уровне изучение ислама. С одной стороны, это неплохо, в плане того, что если будет введен такой урок, то если будут проводить правильные теологи вот эти вот занятия, то дети будут знать, что такое ислам и как завуалирована ненависть ислама к другим религиям, к иноверцам, как она замаскирована под простыми, казалось бы, безобидными высказываниями в этом Коране. Это раз. Второе. Чтобы не получилось такого, как вот бегают, скажем так, добродушные овцы на пропалестинских демонстрациях и кричат, нужно освободить Палестину, создать Палестину, да что там Палестину, давайте в Германии создадим халифат, мы все под цензурой, нам не дают слова, нам не дают то, но если вам не дают слова, то и не было бы демонстраций. Поэтому, чтобы избежать вот такого глупого повиновения радикальному исламу, с одной стороны, было бы неплохо, да, в качестве факультативного занятия изучать этот ислам. Но не на гососнове, потому что все-таки ислам и христианство, это две абсолютно разных религии, хотя каждая говорит, что они миролюбивей той, чем, допустим, буддизм или еще кто-то. Но высказывание вот этого министра образования земли Северной Ренинсфалия Дороти Феллер вызвало действительно очень много споров среди политиков, потому что, вот вам пример, мы, когда, допустим, едем в рабочую командировку, туда же на самые, на те же Филиппины, да, мы же не требуем, чтобы там, к примеру, пока мы там будем пять лет работать, чтобы там построили церковь, и мы ходили в эту церковь, молились. Мы же этого не требуем. Мы пытаемся адаптироваться под те правила и законы, которые существуют в той стране. Но в Германии почему-то законы и правила пытаются подстроить под вот этих вот мигрантов, в первую очередь нелегальных, приехавших сюда из Афганистана, из Сирии, из Туниса, строя им культурные центры, строя им мечети, а теперь уже пытаясь вести на государственной основе изучение ислама в школах. Ну, а почему бы тогда не вести в школах на государственной основе буддизм? Между прочим, очень миролюбивое учение. Давайте введем буддизм, или введем, например, ну, не знаю, есть же вот католическая, евангельская религия, есть изучение вот этики. Почему бы не вести буддизм? Или вот ввести, допустим, иудаизм, да? В Германии же очень много евреев и большая еврейская община, но, однако же, не изучают иудаизм в школах. А вот ислам почему-то нужно изучать. То есть это страх перед тем, что тебя кто-то за углом порежет ножом, когда ты будешь идти домой. Так ты и так с охраной бегаешь, чуть ли не в туалет. Из комнаты на кухне ты бежишь чуть ли не с охраной. Чего же ты боишься-то? Зачем же ты идешь на поводу каких-то непонятных радикалов, чтобы ублажить их интересы, ублажить их чаяния? В первую очередь, ты министр немецкого государства. Ты министр христианского государства. Ты обязана, в первую очередь, преследовать интересы христианского общества, а не тех, кто, приехав сюда, начинает плевать в лицо этому христианскому обществу, требуя, чтобы оно считалось с его какими-то интересами или политическими и религиозными взглядами. Естественно, на сторону вот этой вот министрки образования из земли Северной Ренеисфалии по имени Дороти Федер встанут вот эти вот ультралевые организации, которые поддерживают исламизацию государства. И в первую очередь, ее будет поддерживать, я уже уверен на все 100% ее будет поддерживать, вот эта вот Холомирьям Хюбш, вот эта вот исламистка сумасшедшая, которая в каждой телепередаче кричит, что халифат – это рай на земле, халифат – это просто счастье, халифат – это самый правильный миропорядок и так далее. Если тебе так нравится халифат, вали вон в Саудовскую Аравию, вали вон в Эмираты, там халифат. Вон езжай в Иран. В Иран, вон, сезди. Там же тоже вроде бы законы шариата. Посмотрим мы, как ты там будешь высказывать свое мнение. Вот интересно просто посмотреть на то, как вот этот Холомирьям Хюбш будет высказывать свое мнение там, в стране, в которой уже существуют законы шариата, а не здесь, в христианской стране. Ох, елки-палки. Ну, знаете, вот, когда многие политики пытаются спасти еще хоть как-то культуру страны, появляются какие-то ненормальные тоже политики, которые пытаются вставлять палки в колеса этим, чтобы окончательно угробить нормальное цивилизованное общество. Ну, скатимся мы все нафиг в этот каменный век. Но заставят всех ходить с бородой. Блин, будут у каждого вши в этой бороде, блин. Будут они ходить и будут мыться раз в месяц, и тот только по великим праздникам, блин. Вы этого хотите, чтобы мы опять скатились в пещерный век, вот этот каменный век? Господи, ну вот эти вот министры, особенно, которые никакого отношения к министерским креслам не имеют, и не имеют понятия о том, что они иногда несут на заседании правительства, на заседании Бондестага, иногда задаешься действительно вопросом, елки-палки, да когда же придет тиран в эту страну, чтобы, блин, навести порядок раз и навсегда? Вот такая вот фигня. Честное слово, такая вот фигня. Потому что по-другому, по-другому вот такие вот высказания, ну, никак не обозначишь. Тем более после того, когда министр иностранных дел Анна Лена Бербок и ее министерство оказались по уши втянуты вот в этот визовый скандал по выдаче виз, по подложным документам, благодаря которым сюда, в Германию, за несколько лет прибыло свыше трех тысяч нелегальных мигрантов, уголовных элементов, тех, которых просто в своих странах уже давным-давно бы или подвесили, или посадили в тюрьму, они приехали сюда. И министерство иностранных дел говорит о том, что да, ну, знаете, да, мы согласны с тем, что был такой вот вопиющий случай, ну, тут максимум две дюжины человек, не больше. Какие две дюжины? Вы посмотрите, что творится на улицах в крупных городах. Вы посмотрите, что творится на улицах в крупных городах. Вы посмотрите, что вытворяют эти мигранты. Они бегают с ножами. У каждого из таких вот уродов, как тот афганец, который убил полицейского, или как тот иранец, которого застрелили полицейские, против них сейчас ведется уголовное дело, почему-то они все бегают с ножами. Их же не две дюжины, их намного больше. Как в Библии, имя мне легион. Полицейские убили того иранца, который набросился на них с ножом. То есть они должны были подставить себя, чтобы он пырнул их ножом, чтобы убил их. И тогда общество сказало бы, ай-яй-яй, нехорошо. И министры опять прошлись бы по отчетным траурным маршам, сопровожая полицейского или полицейскую в последний путь. Полицейские тогда, убив этого иранца, поступили правильно. И мы надеемся, что этих полицейских, в первую очередь ту девушку, которая застрелила этого иранца, ее оправдают. И так же, как я рассказывал про вот этого из Сенегала, Мухаммед Дарми, по-моему, драме, который, во-первых, на фотографии, там прекрасно видно, что этому человеку лет 30 с хвостиком, но он говорил, что ему всего-навсего 19 лет. И его убили полицейские, потому что он с ножом набросился на полицейских. И того полицейского сейчас судят. И того полицейского судят за то, что он убил убийцу. Что, надо было, чтобы тот убийца порезал полицейских? Мне кто-то сказал, судят полицейского, наверное, потому что он повел себя неадекватно. Почему он не стрелял по ногам? Вы знаете, когда такие вопросы задают, сразу возникает встречный вопрос. А вы попытались хотя бы посмотреть на того человека, который бежит на вас с ножом? Посмотреть на его ноги? Если вы будете полицейским, поставьте себя на место этого полицейского. Как вы будете стрелять ему в ноги, если они мельтешат? Корпус – это единственная точка, в которую можно выстрелить. Надеюсь, я объяснил тем людям, которые требуют праведного суда над этим полицейским, который застрелил этого бедного из Сенегала, да? Мол, почему он не стрелял ему в ноги? Да потому что не было возможности стрелять в ноги. И были буквально решающие пара секунд. Или этот бандит с ножом порежет полицейских, или полицейские его нейтрализуют. Что и сделали полицейские. А вот благодаря вот таким вот злопыхателям, которые вообще не понимают, где они живут, где они находятся, они поддерживают вот этих вот радикалов, они поддерживают этих нелегалов. Плюс к ним же этим злопыхателям еще подписываются вот эти вот всяческие министры образования, которые требуют и ввести на государственной основе в школьную систему изучения исламской религии. Подождите. Евреи, иудеи живут в Германии намного дольше, чем ислам. Намного дольше, чем мусульмане. Так почему до сих пор в школах не преподают иудаизм? Вот объясните мне. На государственной основе. Почему? Ради интереса. Не можете объяснить? Тогда лучше позакрывайте свои рты по поводу ислама. Это относится к тем, кто защищает этих нелегалов и всех этих мигрантов, всю эту гадость, и ту шушуру, которая сюда из Афганистана, из Сирии, из Туниса лезет и пытается по ночам изливать свои гормоны, потому что улица это им Аллахом преподнесена или еще что-то, или еще что-то. Не хотят жить по нормальным правилам в нормальном государстве, пусть покидают это государство раз и навсегда. Вот и все, что я хотел сказать. Ну и, конечно, таких министров, как вот это вот, Дороти Федлер, или вот это вот, член Совета Директоров группы Медиафунк, Кола Мириам Хюбш, пусть прихватывают с собой и туда же. А вам всем удачи, не забудьте подписаться на канал, проявлять уважение к своим оппонентам, не высказывать никаких дискриминирующих реплик, никаких расовых высказываний оставлять на канале. Старайтесь вести себя культурно, потому что результат всех таких резких высказываний вы прекрасно сами знаете. Или комментарий удаляется, или человек уходит в банк. Всем удачи, пока.